Привалтийские страны ждут большое будущее и они удовлетворяют условия ускоренного экономического развития. Привалтийские страны в новых условиях. Какого года у вас статья? Новая. Мне стало интересно кто же такой Александр Барт. Я когда залез, а там указывал, что он бывший лидер группы Arm of Love, армия любовников шведской, которая там выиграла Евровидение, очень известная. Кроме этого он консультант шведского правительства, владелец сайта Philosophia.com и еще нескольких сайтов на философские тематики. Я также автор трех книг, соответственно, «Нитократия», «Глобальная империя» и «Человек-машина». У меня стало интересно, потому что статья мне показалась очень дельной, я прочитал «Нитократию первую», которая на русский переведена. Это книжка 2001 года. И самое удивительное, что то, что он описывал в 2001 году, сейчас мы можем наблюдать. Я рассказал Владимиру, Владимир сказал, что надо тут выступить. Ну, я подумал, немножко скептически отнесся, но потом я как-то все-таки немножко этим заболел, таким удачным прогнозом с его стороны. И скачал всю книжку с Амазона, соответственно, которая включает всю трилогию «Нитократия», «Глобальная империя» и «Боди-машинс». На русский пока только «Нитократия» переведена, две остальные книжки пришлось читать на английском. И в целом я еще не готов комплексно говорить, потому что это 700 страниц текста и представляет что-то вроде новой редакции «Капитала». Но вот у нас Александр приехал, мне хотелось, чтобы он послушал, поэтому я что понял и как понял, я расскажу сейчас. Вопросы, которые вы будете задавать, они мне помогут, возможно, вспомнить то, что я сейчас недорасскажу, какие-то концепции освежить. А так я, собственно, буду пересказывать мнение автора и содержание. Читать ее, скажу сразу, достаточно тяжело, по какой причине. Там очень много, я тут вот хотел включить, но очень много каких-то пространных таких вот пассажей, которые даже на русском не всегда можно понять, что человек хотел сказать, потому что у меня очень конкретное мышление. И второе, это как кубик Рубика, то есть у него есть несколько концептов, в котором он хочет прийти. И во время вот кручения этого содержания он заходит то с одной, то с другой стороны, не линейно, да, в одной главе рассмотрел, в другой рассмотрел. Все это приходится сворачивать вместе. Нетократия. Вот я с нее начну. Даже нет. Начну я с книжки, вот этой вот, которую я на русском не увидел перевода. Я ее слушал, пока мой потолок в английском чтении. Называется «I'm using ourselves to death». Книжка 1981 года. Посвящена она была тому, что на пике телевизации Америки, на пике развития телевидения, автор написал книжку о том, что культура, пришедшая вот в такую вот визуальную форму, как телевидение, телевизионные какие-то шоу, приводит к тому, что зрители, они утрачивают культуру чтения. И он там противопоставляет, собственно, книжку Оруэлла 1984 и Хаксли «Новый мир». И говорит, что Оруэлл насчет ужасной диктатуры, которая всех задавливает, всех контролирует, он ошибался. А Хаксли, который говорил, что людей будут контролировать через предоставление им неограниченных удовольствий, и они подпадут под этот контроль, потеряют способность критически мыслить, и будут, собственно, овцами, которых будут вести вот эти вот производители контента. Вот именно эта модель и реализовалась, что вместо каких-то вдумчивых, допустим, чтений и вдумчивых обсуждений, все будет сводиться, как он называл, от орги единения. То есть, когда все будут кричать «вау», и будут считать, что это вот пик их жизненной ситуации. Он приводит пример прений между Авраамом Линкольном и одним из претендентов на пост президента. Прения продолжались пять часов, то есть каждый выступал по часу, перемена. Да, один выступил, другой выступил, один выступил, другой выступил, потом час на какие-то вопросы. Они обсуждали экономические проблемы, собралась огромная толпа, и, говорит, все, кто присутствовал, были способны выставить это время, держать в голове весь контент, который они высказали, и потом задавать аргументированные вопросы. То есть это было столкновение позиций. Сравните с тем, как в 1981 год, как проходят сейчас выборы президентов. То есть желание произвести впечатление, хорошее, побеждает не тот, у кого правильная экономическая концепция, а тот, у кого хороший галстук и хорошая манера говорить. Ну и там уже приводилось к кульминации этого президента-артиста, который выиграл выборы. Сильный президент, но тем не менее, да, то есть президент-артиста. В времена Линкольна такое, скорее всего, было невозможно представить. И вот этот автор, Нейл Послан, он выступает в Американской, кстати, американцы очень часто к этой книжке отсылают. Он выступает с глубоким осуждением, он говорит, что телевидение приводит, ну, в форме накопилизации. И что интересно, вот уже Барт Александр, Александр Барт, он же, в общем-то, попыдал, то есть человек, который использовал, он понял, как можно использовать, да, и создал группу, которая имела коммерческий успех. И в своей книге «Нитократия» я несколько мест встречал, они практически цитируют «I'm using ourselves to death», почему мне было очень это интересно. Но, тем не менее, он все это рассматривает как неизбежность. Уже книжка написана 2001 год, 20 лет спустя. Что он постулирует в «Нитократии»? Он говорит, что мы в первый раз за всю историю человечества получили интерактивную среду общения. Раз. И вот это вот следообщение, она меняет, ну, само общество в целом. И чего до этого не было, когда, собственно, отдельное мнение может быть распространено для многих потребителей. И в самой книжке он указывал на такие феномены, то есть он говорит, что это конец капитализма. Мы присутствуем при конце капитализма. Когда он вводит, собственно, там же он говорит о том, что вот те формации, которые мы обычно связываем, там, родовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический, социалистический какой-то, и сейчас вот непонятно, там, постмодернистский, он говорит, на самом деле все связано с средствами коммуникации. То есть человек отделился от животных в тот момент, когда появилась осознанная речь, в тот момент, когда была изобретена письменность, возникло феодальное общество. То есть феодальное общество, он отсчитывает от 3000 лет до нашей эры, до, соответственно, возникновения капитализма. То есть пока было письмо, возможность фиксировать тексты, возможность фиксировать законы, вот это феодальное общество. Дальше изобретен печатный пресс, и все вот эти вот труды, они получили возможность дойти до массового потребителя, то есть стать грамотным стало необходимо, то есть если это до этого были только прерогативы элиты, теперь все, если не грамотные, просто не человек практически. И вот с момента изобретения печатного пресса это следующая революция, то есть переход от феодализма к капитализму. Мы сейчас живем в высшей стадии капитализма по нему, и как бы уже конечной, она уже заканчивается. В его же трактовке нету разницы между капитализмом и советским строем, там, социализм или коммунизм, как его называть, то есть в его понимании это все капитализм, то есть это все рынок, но со своей спецификой, то есть директивная форма управления через печатный пресс. И дальше появляется третья форма информационного общества с возникновением интернета и вообще средств коммуникации, то есть началось, видимо, в этом же ключе с телефона, но это вот какой-то предтеча. И сейчас даже не вышло на какой-то пик, да, вот это информационное общество, но капитализм, он говорит, уже четко обозначенный его конец. И если раньше, значит, для феодального общества и рабовладельческого феодализма, по его пониманию, это были люди, которые осуществляли управление, это был феодал, который, собственно, власть держал, это был священник, то в капиталистическом обществе, соответственно, капиталист, ученый, там, соцработник, который осуществлял управление, ну, соответственно, капиталисты, они владеют, власть используют через деньги, а научные работники, они подводят под это базу, как священники, да, то есть они пишут труды, они это приводят в какую-то легитимизацию такую, то там у него, я до конца не понял, как он, вот класс, но, собственно, нетократы, да, то есть нетократы, которые, и он говорит, что если при капитализме власть осуществлялась через деньги, и деньги были ценностью, то в информационном обществе, вот, нетократическом, власть будет осуществляться через внимание, то есть чем больше внимания, тем, соответственно, как бы борьба, а в чем, почему так еще происходит, то есть он говорит, что очень много составляющих слилось, если, допустим, при капитализме надо бороться, надо работать за то, чтобы получить хлеб, то мы сейчас уже вышли на тот уровень потребления, как при коммунизме, когда поесть и одеться, в принципе, может каждый, то есть государство скорее от, а, ну вот у него, кстати, вот это реформация, при капитализме это феодалы, священники и, собственно, крестьяне, при капитализме это капиталисты, научные сотрудники и рабочие, а при нетократии это нетократы и он называет консюмират, потребители контента, те, кто имеют достаточное, ну, достаточной еды, которая, собственно, на заводах производится, она вот такая вся, вот, больших усилий не стоит, но главный дефицит для консюмирата это отсутствие возможности создать собственную идентичность, они потребляют ту идентичность, которую для них создают нетократы, то есть нетократы им придумывают, кто они будут, как они будут, они придумывают потребности, что мы сейчас на самом деле наблюдаем, но не закончился этот процесс. А третья категория нету? Я забыл название, то есть третья это те, кто подводит вот философский базис, философ от нетократии, он какое-то там слово мудреное, просто у него, там не очень четкие, к сожалению, не очень четкие определения были, и в разных местах он чуть-чуть там противоречит себе. Они так рады, я тут услышал, да нет, они как-то с капиталистами. Значит, он говорит, что капиталисты начнут терять власть, то есть это в принципе сейчас уже происходит, как и при этом. Это рады для тех, кто создает контент. Капиталисты не так рады. Нет, он держит сеть, не капиталисты. Он не занимает вот кого-то. Значит, вот он тоже, вот этот момент не очень четко прописан. Он говорит, что примерно как от перехода к феодализму, в какой-то момент феодалы поняли, что они просто никому не нужны со своими землями, со своими регалиями, со своими этими жеслами, латами, то есть, все, вот есть все у лавочника, который вдруг может выстроить дворец больше, чем его замок. Тут то же самое, то есть, в принципе, не так рады, по идее, они переводят вот это вот внимание. Ну, я не знаю, вот на мой взгляд, очень характерный это Сергей Бринт, на данный момент не так рад, и это тот, который Фейсбук сделал, Сукерберг. Когда создание интернет-телевидения станет совсем дешевым, и мы здесь, скинув 50 рублей, сможем сделать широко обещательное интернет-телевидение, тогда и сделаем. Мы его сможем писать в блеск, а посмотреть не тем не будет. Да, борьба идет за внимание, да, то есть, в принципе, как капиталисты могли деньги транслировать потом в статус, как они покупали просто, это баронство там, крафтство, сколько хочешь, вот, на, да, бери вместе с замком, все, купи денег дай. Тут то же самое, то есть, вот эти капиталисты, во-первых, происходит размывание собственности, да, то есть, есть паи, то есть, уже фирмы, они же, ну, они коллективная собственность, и никому эти люди не нужны, заводы работают сами по себе, по газу, в принципе, достаются, в каком-то смысле, сверху падают, вот только не бунтуйте. То есть, уровень жизни даже бедноты европейской, он сильно превышает уровень жизни, я думаю, там, среднего класса Франции, там, пятнадцатого века, и никому не нужен, то есть, брошенный человек, который все получает, как просто, как свинья в столе, и никто на него не смотрит, а ему хочется себя проявить, это его логика. У человека есть потребность в реализации самого себя, как он это сделает? Вот еще раз, важно введение нового класса, то есть, люди, которые придумывают творческие, неважно каким путем, он не очень конкретизирует, но он, как нетократов, например, приводит современных художников, как первое нетократическое общество, он приводит, он говорит, что, ну, сейчас я еще перейду, то есть, границы государства падут, то есть, отмирание национальных государств. Создание шенгена. Да, шенген, сети, но, как фирмы, да, они больше не привязаны к локализации, они, есть бренд, бренд интернациональный, но он говорит, опять, процесс только в своем развитии, то есть, в какой-то момент вдруг, и вот, и вот, и Мьюзин, там тоже этот процесс отмечен, там это называется коррупция власти, то есть, потеря интереса к власти, из-за того, что политики, вместо политиков 19-го века, когда они были, принимали решения, и имели существенное влияние на людей, они стали шоуменами, они борются за, просто за галочку, за лайк, как на Фейсбуке, и люди, на самом деле, это понимают, и реальная власть политиков, она упала за только до, он говорит, что демократия умирает, то есть, переход к плюрократии, когда там тоже он не очень концентрируется, но коллективные какие-то решения другой формы, а демократия представительная, то есть, политика избирают, а результат он не дает, то есть, можно участвовать в выборах. Но политик является просто лицом некой структуры, которая реально принимает какие-то решения, фиктивным лицом, да, они фиктивным лицом, да, говорят, что принял политик, им нужна поддержка населения, за его спиной, принимают совсем другие люди эти решения. Он на это обращает внимание, на это же, я говорю, using now sell to death, он уже, он начал в 81-й год, он уже начал это обращать внимание, просто сейчас это становится все более очевидно, и мне, когда я вот читал книжку, я, в общем, постоянно вот Россию нашу видел, да, то есть, потеря, ну, как он говорит, он там достаточно жестко местами пишет, то есть, политики шуты, они зарабатывают на этом шутовстве, ну, у нас куча политиков шутов, и одновременно с этим они теряют власть, то есть, кроме шутовства и получения голосов, как пустой формальности, на самом деле, которая не приводит к получению реальных полномочий, и люди понимают, что от этого политика все равно ничего не ждут, придут они на выборы, не придут, да, они делают некую симпатию, но это не имеет никакого результата, а власть уже говорит, ну, де-факто, да, она переходит к неким владельцам умов и сердец, которые остаются пока за кулисами, они еще не получили, и не создалась та форма управления, как и при феодализме, да, то есть, в какой-то момент вдруг феодал понял, что ему надо пойти к купцу и попросить денег на оборудование армии, для него в этот момент был шок, что он не может сказать, тысячу людей встаньте, да, он вынужден у презираемого им человека просить помощи, и вот это был начало конца, то же самое и тут, то есть, пока еще структура формально держится, но она уже изрыта, и надо только какие-то моменты должны быть, когда вдруг все перевернется. Вот те же революции, которые происходят. Да, вот сейчас революция, значит, он указывает, что, естественно, без каких-то нишоток просто не отмирает, да, и на последней стадии вот этой перестройки могут наблюдаться, ну, диктатуры, да, то есть государство будет, государства национальные будут всеми силами бороться за состояние статус-кво, но говорит, что на самом деле, что они могут сделать? Они могут усилить законы, они могут закрывать границы, но те государства, которые будут оставлять, держать открытыми границы, они будут в плюсе, ну, хотя бы потому, что они будут получать дешевые товары, потому что они будут получать новые идеи, и те, кто отказывается от этого, они удерживают свое состояние, но они остаются за бортом прогресса в результате. Те, кто меняется таким путем, они, соответственно, да, они разрушают свое государство, они теряют власть, но они переходят в новую формацию, и, соответственно, у них просто вообще языки разные, ну, я не знаю, как там какие-то вот есть сейчас, вот эти полусредневековое было это государство Талибана в Афганистане, оно было там самостоятельное, какое-то самодостаточное, а ни общего вообще точек соприкосновения с остальным миром вообще никаких. Ну, это как Китай, который был закрыт. Так, значит, это, в общем-то, основная идея, которая посвящена нетократия. Значит, «Глобальная империя», следующая книжка, она очень, ну, там намного больше таких вот философских отходов, но вот я тут написал, что он, собственно, опирается на Ницше Хайдегера и Лакана, а Гегеля он отвергает, там Катта, в общем, тоже, а Фукияму там он вообще просто сравнивает, да, то есть говорит, что Фукияму настолько консервативен в своем мышлении, что практически там каждый его пассаж, он ошибочен. Он говорит о перестройке философии в целом, то есть если все предыдущие философии он называет тотализмом, то есть что он этим обозначает? Он обозначает этим попытку найти общие концепции, общие механизмы, мышления, причин, да, каких-то общедвижущие какие-то силы, и тернализм, я говорю, там не всегда четкие формулировки, но, в общем, это переходит к философии, когда нахождение причины не становится важной, да, то есть это скорее некая технология, то есть мы так делаем, но у нас получается. С этим же связано его представление о том, что, ну, вот человек-машина, да, я сейчас вот этот кусок... Метод научного тыка? Ну, сейчас, подожди, Володя, подожди, пожалуйста. Значит, он ссылается на Довкинса и всяких последовий, этот вот человек, который написал алгоритмичный ген. То есть это у него целая... Целая отдельная концепция, значит, суть какая? В рамках старой философии, ну, он там как-то картезианство упоминает, но в целом просто как старая философия, он постоянно этим жонглирует. Мы привыкли себя считать отдельным телом и отдельным сознанием. То есть мы распоряжаемся своим телом, своим сознанием. Мы принимаем решения, мы некие акторы. на себя, значит, субъекты там действия. Соответственно, можно взглянуть иначе. Можно взглянуть, как вот Дарвин, что мы есть поле борьбы наших ген. Они пытаются сохранить себя. То есть, я немножко его перефразирую, да, то есть возникла некая среда, в которой некая субстанция, ну, гена, да, химическая субстанция, которая может себя повторить удачно, оказывается успешной. Да, то есть как рост кристаллов. То есть мы повторяем и переносим. Тело, оказывается, немножко не наше, да, это коллекция микроорганизмов, которые коллективно работают. Наша наследственность, она тоже немножко не наша, это наследственность химических молекул. Дальше, я так понимаю, я эту часть, тут надо больше чуть-чуть читать. Он говорит о мемах. То есть, как гены являются некими законченными информационными объектами для химической работы тела и передаются по наследству и взаимодействуют между собой, так мемы, это, ну, я бы это назвал конструктами, но автономными достаточно конструктами. То есть это идеи, которые человек интернализирует и потом передает другому. Он это делает не, что ли, ну, непосредством своей воли, да, а это те идеи, которые оказываются настолько стимулирующими для человека, что он их держит в себе и передает, как, не знаю, как какой-нибудь вот очень хорошее в этом отношении, это какой-нибудь модный шлягер. Человек хочет его не думать, а он его напевает и говорит, вот такая музыка засела в голове. То есть идеи оказываются достаточно самостоятельными относительно сознания. культурные иконы. Можно так сказать, но там, мне сейчас сложно, потому что там очень большая концепция такая, она как раз вот очень была бы дополнительной к тому, что Александр говорил. То есть он говорит так, что, ну вот мы представим, допустим, начало развития человечества, когда были обезьяны, им надо, ну там предлюди какие-то, им надо интерпретировать окружающий мир. Окружающий мир, он сам по себе какой-то. У них возникает, он их называет, точно так откровенно, фиктивные идеи, фиктивные гипотезы, которые они начинают использовать. То есть какие-то первые базовые эффективные гипотезы, которые на уровне вот этого окружающего мира достаточно успешны. То есть там, ударишь соперника, он упадет, воткнив тигра зуб, там плю палку, он умрет. Но целостного понимания мира, ну там, я уже к концу, может быть, даже этого, этого комплекса, целостного понимания мира нет и не будет. То есть люди обречены оперировать фиктивными идеями, какими-то, которые либо работают, либо нет. Единственное, что они могут понять. Вот это сработало, это нет. В любом случае, они будут фиктивными, ну он тут приводит, например, к квантовой физике, там, света, да, то есть вот идея волны, идея корпускулы. А по-настоящему это некий объект, то есть мы его можем только воспринять как единение волны и корпускулы, а он сам по себе такой, который мы, из-за того, что мы вырастаем в нашем окружении, не способны воспринять как целостный, не способны его воспринять в своей природе. Но он говорит, что это единственный, один пример, а на самом деле таких примеров много, и мы оказываемся заложниками того, что истинную природу мы не можем понять, но мы должны это принять. И дальше эти фиктивы, там нет эффективы, то есть мы начинаем строить целую пирамиду искусственных гипотез фиктивных о мире, там, национальные отношения, там, расовые, еще какие-то, они либо работают, либо нет, но они в целом являются ложными, как бы концептуально ложными, потому что мы в принципе природа не можем понять. А живущие в нас гены и живущие в нас мемы, они нас эксплуатируют таким образом, чтобы выжить самим, то есть мы являемся носителем информационного вот этого, этой информационной каши. Выжить и перейти дальше. И опять, они ничего не хотят, просто остаются те идеи, которые способны выжить. То есть там, допустим, кто нужен национализму, то есть если он позволяет выжить, он там и касается отмирания национализма, то есть если в обществе, допустим, феодальном и капиталистическом национализм способствовал сплочению общества в целом, да, вот этот вот мем, концепт, да, попытки найти человека такой же национальности по каким-то там критериям, то он говорит, что в новом информационном обществе такие попытки найти вот группу таким вот путем, она будет приводить к изоляции этой группы и в результате ее отбрасывания на периферию современного общества. Люди в период в информационном обществе они будут искать, как бы границы падут, потому что общение будет по, ну, можно сказать, по интересам, можно сказать, по субкультурам. То есть, не знаю, там, хиппи одной стороны, хиппи другой, это примитивный пример достаточно. Чем отличается, извини, от национализма? Тем, что они пересекают границы. То есть, он говорит, что новая культура, она будет не в рамках границы и попытки, она будет трансграничная, но по какому-то, по идентификации. То есть, она будет, как он это называет, кочевые племена во время намадкауча. В Америке до черта русских националистов. Эти мемы уехали туда. Вообще, хамедюльницы очень... Сейчас, сейчас, сейчас. Он, вот, сейчас я, может быть, опять к концу скажу, да, он, я это отметил, а он сам в своей работе сказал, что, читатель, может быть, отметил, что он всячески пытался уйти от того, сказать хорошо это или плохо, к чему движется. Он говорит, единственное, что это неизбежно, что это та система, которая будет выживать. Соответственно, опять-таки, люди, он говорит, да, то есть, можно быть националистом, националистом, он только говорит, что эти группы обречены на отмирание. Они могут это считать хорошо, они могут считать это плохо, они могут себя по-разному проявлять, но они, они окажутся на периферии. А будущее за вот этими коллективами трансграничными с какой-то идеей, я под это вижу очень хороший базис такой, что вот эти мемы, то есть, какие-то идеи, которые моментально могут объединить мир, они, в принципе, появляются, ну, в наших обществах, я думаю, просто каждый день возникает там тысяча, две, три тысячи новых мемов, объединяющих. И опять, они не хорошие, не плохие. Какие-то выживают, какие-то находят отклик в сердцах, какие-то нет. и с учетом того, что у нас есть вот такое мощное средство коммуникации, как интернет, вот эта идея, она может моментально облететь мир. Ну, вот то, что мы видели в Египте, да, с этой арабской весной. То есть, использование современных средств коммуникации, там, в Тунисе, да, сожжение, самосожжение человека, всколыхнуло моментально общество настолько, что пала власть. Если открутить, я думаю, лет 40 назад, ну, сжег себя и сжег. То есть, никто бы просто об этом не знал, кроме его соседей. Вот этот вот мем сопротивления них, то есть, сопротивление режиму, правительству, хотя до этого они воспринимали это нормально, он сделал, возможно, вот такое мощное движение. Я допускаю какие-то очень вычурные формы объединения, которые мы можем, опять-таки, если бы я вдруг сейчас высказал какую-то успешную форму объединения, вы бы тут же это все восприняли, если бы я его публиковал, она была бы тут же воспринята большим количеством людей. Такое встречается не очень часто, но если она возникает, она, он очень хороший мем приводит вот этот вот стиль жизни путешественника, да, то есть, стиль жизни пересечения и узнавания нового мира. То есть, она стала трансграничной, люди, которые это начинают делать, они, собственно, откалывают себя от традиционного общества и начинают смотреть на мир другими глазами, и начинают, соответственно, друг друга они видят, ну, там, человек с рюкзаком или как-то, в другом месте, и он ему брат. И в данный момент больше брат, чем его соотечественники. Так. Ну, и сейчас я еще раз вернусь вот к его части вот этой вот человек-машины. То есть, он говорит, что вот формирование такого нового общества способствует, ну, понятно, развитие средств производства, возникновение автоматического производства, возникновение таких вот быстрых средств связи, как интернет. И он там еще отдельно посвящает целую главу всяким психотропным средствам. Почему? Потому, что он говорит, что это позволяет, ну, он правильно это рассматривает, то есть, в классическом виде человека человек самодостаточный. Вот, он говорит, например, что классическая формулировка в здоровом теле здоровый дух. Ну, то есть, в принципе, никто бы не стал спорить тут. Но, тут возникает вопрос, что такое здоровый дух и что такое здоровое тело. То есть, как только появляется химическая регуляция, правильное осознание того, что, в принципе, мы химия, да, то есть, можно съесть таблетку и ты начнешь любить человека, который рядом, или начнешь ему доверять. И, вот этот вопрос саморегуляции, он становится очень спорным. То есть, можно, человек настолько зависим от принимаемых им еды, ну, и еды в том числе. То есть, достаточно буквально нескольких молекул, если вот почитать эту молекулярную биологию, нескольких молекул какого-то вещества, чтобы запустить цепь достаточно мощную каталитических реакций, у человека будет измененное настроение. Измененное настроение совсем другая реакция. То есть, а человек, если человек, допустим, ну, наделен властью, то это значит, что он примет решение нажать красную кнопку или не нажать. И все это зависит исключительно от того, какое яйцо он съел с утра. И он в этом контексте он говорит, или ему таблетку такую подсунули, он говорит, что вот в новой парадигме как свобода воли, так и свобода выбора, они становятся абсолютно призрачными. И это будет одно из мощных, и то же самое трансформации тела. То есть, ну, уже, не знаю, наверное, все видели людей с этими вот руками, да, механическими, кибернетическими. Потом, как бы, опять в старой парадигме, то есть, принято, что? Что человек приходит и через свое тело, ну, как я сейчас, да, общается и реагирует. А с телеметрией даже непонятно, где конец его тела. Потому что он может там через океаны воздействовать. и вот эта вот размытость, ну, это он уже загнул, честно говоря, то есть, я понимаю, что он немножко за горизонт заглянул, но это будет, у меня голос хороший, видимо, размытость понимания в культуре тела, свободы воли и собственного разума, оно тоже станет размытым. И в какой-то момент, ну, это будет просто, вот человек будет, а, вот он там очень хорошо противопоставляет, то есть, он говорит, что в старой культуре человек был индивид и искал индивидуальность, а в новой культуре он будет, он говорит, индивид, то есть, он будет множественный, ну, в своих проявлениях каких-то, будет это менять и будет этим наслаждаться. Он там использует всем знакомое понятие Людены. Все, наверное, знают. Я думаю, что это Стругацкие использовали, я думаю, может, они тоже что-то читали. Он, я себя правильно понимаю, что у Гома Люденус человек играющий. А, это не Стругацкие тогда? Нет, это не Стругацкие, просто они тоже где-то, видимо, к этому прикоснулись. Сейчас, 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 и он говорит о том, что вот если мы сейчас ищем целостности, то тот человек, буквально через некоторое время, они будут искать вот этой вот игры, то есть, некой переменчивости и реализованности скорее. То есть, собрать, то есть, он как сказал, что если сейчас, допустим, мы, уперлись в валовый национальный продукт, то есть, в объем производства, то буквально через какое-то время ключевым будет не валовый национальный продукт, а, он называет, event, то есть, вот эти вот сети, которые будут транснациональные, то, насколько люди вовлечены в их работу и насколько они оказываются влиятельными, насколько, ну, очень характерный пример, на мой взгляд, тут Facebook, да, то есть, вот человек создал из ничего, создал, во-первых, как бы структуру, которую он легко может конвертировать в огромное количество денег, он имеет огромное влияние на все страны, и это только вот первый пример вот такой вот структуры, и, собственно, чем там люди занимаются, они занимаются такими, ивентами, да, то есть, они такие, ой, появился лайк, или еще что-то, в принципе, абсолютно незначительные вещи, однако, они создают целый массив, вот можно же почитать, там, эти новостные сайты, они просто обсуждают, там, какое-то появление новой кнопочки на Facebook, опять, это первый ласточек, можно очень, ну, относиться к Facebook, как к абсолютно незначительному, какому-то, сайту, что ли, да, и, в общем, достаточно глупому в целом, но он показывает, как можно за буквально несколько лет затянуть в эту сеть несколько миллиардов людей, и дальше будет просто, как сказать, все только в самом начале, да, то есть, дальше это будет более возможно, более реально, с большими последствиями, вот о чем он говорит, все, я, наверное, на этом готов, как бы, сам себя остановить, а от вас, хочу, если какие-то вопросы, я могу просто уточнить какие-то вещи, потому что я прочитал, в целом понял, но какие-то акценты, или какие-то подпорки где-то не выстроил, все вопросы готов ответить, как я понял, как он это считает, так скажем. Ну, на самом деле, я просто хотел бы замещание сделать, когда вот Сергей говорил о том, что вот есть некая аналогия между марксизмом, да, и той концепцией, которую вот он излагает. Дело в том, что почему, как бы, действительно, стало большое значение иметь внимание, да, потому что на самом деле ведь и в марксизме речь идет о том, что капиталист потребляет человеческое время, да, если так вот окончательно выразить в том, в чем состоит, собственно, прибыль капиталиста, он есть, она состоит только в том, что он вот некая прибавочная время потребляет для, в качестве своей прибыли, в качестве своей вот прибавочной стоимости, которая конвертируется в виде прибавочной стоимости. В данном случае, внимание, есть, опять же, некоторое время, да, которое мы тратим на то, чтобы на что-то, Но это просто чистое время, которое некто, который создал этот контент, потребляет. Почему? Он может наше внимание, наше время потом конвертировать, капитализировать в некоторого рода денежном выражении в виде рекламы и прочих других вещей. На самом деле здесь действительно есть прямая аналогия с капитализмом. Капитализм, который потребляет время в чистоте. Для этого не нужно создавать какой-то продукт, какой-то товар, который обменивается. Для этого достаточно создать некое виртуальное событие, что-то такое, что привлечет внимание, и это внимание потом капитализирует. Идея капитализма – использование времени для людей в качестве прибыли. Здесь она просто сформируется в то же самое время, используется просто другим способом, скажем так. Он говорит, что капитал в целом в ближайшее время станет не ценным, не важным, не интересным. Капитал в смысле рублей. Но капитал в смысле присвоения чужого времени он так и останется. Да, в смысле присвоения – да, а в смысле собственности перестанет потерять значение. То есть и люди, желающие, всегда смогут вот это вот attention перевести в деньги, если мы тогда как сейчас любой капиталист купить себе этот крафтский титул. Ну вот смотрите, тот же самый Фейсбук, сколько там стоит в выражении средств производства компьютеров, которые там поставлены, программного обеспечения и прочее. Ну да немного стоит. Собственно вся капитализация Фейсбука заключается в том, что это некое средство, в котором участвует очень много людей. И участие этих новых людей можно просто капитализировать. Да, он даже… там ценность Фейсбука в том, что он сделал концепт, в который добровольно включаются люди. Да, да. И они собой приносят туда стоимость. Да, да. Получается, что вот как бы откуда взялась эта стоимость вот этого Фейсбука, который там не помню, там несколько миллиардов, да? Да, максимум 60. Да, не важно. Но суть состоит в том, что мы сами отдаем в наше время тому, чтобы развивать этот Фейсбук, и за счет вот этого нашего времени этот ресурс капитализирован. Ну да. Прямое употребление наше время. Абсолютно. И до 2005-2007 года в интернетах, там, ЖЖ особенно, это так вот и писалось в открытом, что мы тебе контент дали, Баник, а ты на нас наживаешься. Это как бы, ты нас должен уважать, хозяин того же ЖЖ. Вот такая вещь. Вопрос заключается в том, насколько люди осознают это, и пусть они… Да, он говорит о том, что вот этот консюмират, он в целом не будет осознавать происходящего, то есть ему будут предлагать идентичность, да, как вот участник Фейсбука, он будет это считать модным, он будет на это покупаться. Консюмират – это вот нижний класс инфоциона общества, предлагает потребление, да? Да. Чтобы поступать ничего за термином. Да, да, да. Да, и все. Ну, грубо говоря, его будут оценивать. А те, третья группа, не дискурс-дижитаторы, случайно. Что? Называются не дискурс-дижитаторы. Кто? Третья группа. Ну, те, кто создают контенты. Сейчас… На самом деле про революцию было не сказано, но ведь тут напрашивают… Нет, он говорит, она может в другой форме быть. Да, да, да. Вот правильно сказал. Дискурс-дижитаторы, да? Да, да, да. Смотрите, на самом деле нас как бы ловит на крючок потребления. То есть нашли способ, каким образом управлять массами, да? Да. А просто раньше как управлять? Отбирать. Вот у тебя есть что-то лишнее, отобрать у тебя, и у тебя меньше, у меня больше. А теперь как? Теперь не отбирают, теперь говорят, вот потребляй больше, вот тебе еще, вот тебе еще… Как бы раздают, понимаешь? Как бы получается общество такого всеобщего благоденствия, как будто. Но на самом деле раздают так, на самом деле, чтобы потом тем самым еще больше снять, еще больше три шкурки снять. Да, да, именно так. Причем раздают индивидуально. Каждому, что называется, свое. Свою реальность. Я думаю, что лет через двадцать, через тридцать, так оно и будет происходить. По настроению. Пришел домой. По настроению. Отключился, да. Я сегодня националист. А завтра я буду капиталистом. Это то есть щепление сознания. То есть распад личности в старом понимании этого слова. Может быть, конечно, там… Не-не-не, он это и указывает. Он говорит просто, что если сейчас это кажется неестественным, то вот через какое-то время это будет абсолютно нормальным, естественным и даже иначе и помыслить нельзя будет. Как сейчас мы, наверное, не можем представить людей, которые там, не знаю, на заре эры, ну, падали вниз, да, там, перед восходом солнца, все это обожествляли. То есть нам кажется это странно. То есть мы можем испытать восторг, но не придаем этому вот такого всеохватывающего значения. Он говорит, что там будет очень казаться странным, как люди искали вот этого единства духа в себе. Хотя он говорит, так как все осознают, что это коллекция мемов, коллекция идей каких-то, которые борются внутри сознания сами за себя исключительно, а человек всего лишь поле борьбы. И его выражение себя – это всего лишь какой-то очередной победивший мем, который таким образом пытается репродуцироваться в другого человека. Ну, это же тоже навязанное представление. Тот же самый Долкинс с одним очень известным биологом и первым Лоретом Нобровской премии, совсем недавно, там, я не знаю, в городе назад, они били диспут, который широко транслировался, суть которого заключалась в том, что человек на самом деле – это сообщество вирусов, да. Но весь геном человека – это на самом деле, так сказать, происходит из псевдовирусов, или из вирусов, или из псевдовирусов, мутировавшихся вирусов, испорченных вирусов. Ну, вот. Человек или именно эти два отдельные индивидуальные сознания? Нет. Речь была о человеке. Геном у тела. Да. Ну, вот наш геном – это вот, как бы, собран из вирусов. Симбиоз. Симбиоз вирусов, да. Порченных, непорченных, но именно так. Это очень известный вирусов был. А Долкинс ему поддакивал, конечно, и переводил его в плоскость мэнов. Это же идея Долкинса. Эгоистичный Кенн вышел, правом, в 79-м или 70-м. А чем вас этот Александр Барт именно привлек, почему он и какого года его последнее произведение? Ну, вот он дописал, по-моему, в 10-м, вот этот вот «Человек-машина» или в 11-м. В 2011, да. Привлек еще раз тем, что у него был прогноз насчет Эстонии, да, Прибалтики в целом. Меня он привлек вот этой своей какой-то комплексностью, да, то есть мне казалось сам ее флаг достаточно глупой, такой грубкой в целом. И я не ожидал, что ее лидер может быть советником правительства Швеции. Мне тогда стало интересно, а что же этот человек написал. А когда я прочитал первую книгу, я увидел, во-первых, вот перекликание вот с этим вот «Ингьюзен о осел суде», и второе, если в «Ингьюзен» они про телевидение говорят, что это зло, которое отупляет, то он это изображает как некая неизбежность, да, то есть это не зло, а вот просто этап развития. Да, этап развития. И второе, что именно очень на меня произвело впечатление, что в его концепции в 2001 году, во-первых, он угадал вот эти вот возникновения мега-корпораций, интернет, ведь тогда ни Гугла, ни Фейсбука, Гугл там появлялся только, Фейсбук вообще никто не слышал. Однако в его 2001 года книжке это было предсказано. И то, как он говорил об утере политиками власти, переходе к неформальным структурам, к сетевым структурам, когда я смотрел на нашу страну в первую очередь, а он-то швед, он писал про Швецию, то есть я понял, что это то же самое там происходит, он это видит. То есть уход политики становится фиктивными управляющими государства, народ больше не интересуется идеями патриотизма, интересуется, соответственно, какими-то достаточно странными идеями, которые возникают неизвестно где, при этом объединяются на этом поприще, на этом фундаменте. Я посмотрел на нас, я то же самое вижу, как будто он о нас писал. Я тогда решил, ну, дальше там, в принципе, нетократия, она достаточно исчерпывающая, но мне стало интересно, что же он дальше. И дальше он как раз затронул вот эти темы, то, что мне приходило в голову, о том, что то, что мы называем сознанием, это фикция. То есть мы говорим, я думаю, он говорит, что этого нету. То есть мы пытаемся таким образом оправдать, собственно, непонимание себя, когда мы говорим, я думаю. То есть это некая точка, то есть вот так надо, да, или как это так, как этот у нас товарищ сказал, Аллах дал, да, то есть вместо того, чтобы рассказывать причины всего. То есть невозможность, в нашей ситуации, ну, индивидуальное сознание, невозможность найти, как бы, да, нежелание, невозможность найти источник сознания, которого, в принципе, ну, как бы и нету. Ну, нет, нет, тут это игра, еще раз, это игра нескольких концептов внутри одного мозга. То есть мозг вмещает несколько концептов. И тот, который в какой-то момент, ну, обладел, да, как бы, они могут не сильно отличаться. Он всегда таким вот образом манифестацию осуществляет. Я так думаю. Хотя, человек же, вот, то же самое вы можете попробовать. Вы, допустим, когда выбираете, чтобы достаточно сложный момент, чтобы отследить, могу подумать так, могу подумать так. Устройте несколько, ну, можно сказать, математических моделей развития ситуации, из которых пытаетесь выбрать наилучшую. А ведь, на самом деле, борются не вы даже решаете, борются эти модели, которые выстроены. Такой вопрос можно? Ну, это показалось из вашего рассказа, что в этом случае тот, кто попытается остаться самим собой, остаться личностью, да, он тоже окажется на периферии всего этого процесса. Ну, его, да, я не могу говорить да или нет, или плохо, и он сам говорит, что он не может сказать хорошо. Я не говорю хорошо, это или плохо. Да, он говорит, что так оно произойдет. То есть, в принципе, это, можно сказать, пересказ апокалипсиса. Ну, некое неизвестное, да. Я вот, я не знаю, я всем говорю, что интернет, это вот то, что когда говорят, да, вот этот антихрист, это интернет. Ну, в этой связи, знаете, когда я его разслушал, в связи с хорошо или плохо, когда я его разслушал, у меня такое ощущение дежавю. Я вот это, примерно, это я уже слышал. А вы это примерно рассказывали? Нет, я имею в виду совершенно другое. Может, вы знаете, какая знаменитая книжка была Харт и Антони Аннелли «Империя»? Ну, фантастика это такая? Нет. Философская книжка такая. Это левые люди-философы. Не знаю, там лет десять, наверное, назад она вышла. Там вводится такое понятие «мультитюд». То есть, не масса, а вот мультитюд, да. И все те же самые идеи, да. Но немножко другой вывод. Вот они полагали, что это мультитюд, разрозненный там. То есть, глобальный мультитюд, почему называется империя? То есть, глобальная империя. Казалось бы, вот империалисты там строят глобалисты глобальной империи. Он говорит, нет, это на самом деле он снизу остается. Да. Он мультитюд. Да, 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 да. Он про это же говорит. Да. Но там идея в том, что, в конце концов, мультитюд-то творческий. Вот этот мультитюд, в конце концов, своим креативом все забьет и возьмет власть. То есть, непонятно, что он будет глобальной империей. Нет, нет, он об этом говорит. Может быть, это вот хорошо. То есть, я просто не секситирую, он про это же и пишет. То есть, что в каком-то смысле произойдет все само собой. Просто констатация фактов будет. Он говорит, уже очень много структур, которые снизу выросли, они являются управляющими обществом в том или ином смысле. То есть, он там приводит пример, что, ну, даже, не знаю, там, всегда в этом смысле Америку, да, вспоминаем, как самое мощное государство. Но я думаю, пока еще ни одна из структур с Америкой не может бороться. Но с таким государством, как там Сербия, да, отлично получилось. То есть, создать общественное мнение каким-то образом, разгромить ее. Или вот то, что мы сейчас видим, вот это вот очень странное движение по поводу гей-браков. То есть, это тоже, ну, такое, я не думаю, что это инициатива правительства, да. То есть, это некая сеть, которая постоянно капает на мозге государство. И сдвигает их точку зрения вот таким образом. Она не предумышленная, в каком-то смысле, никем. То есть, это происходит вот с самим. И он говорит, что вот эти вот падения национальных правительств, то есть, они, да, они произойдут просто сами собой. Или они останутся как шерма просто, да? Ну, и все как-то нет. Но нет, в какой-то момент, когда всем станет учредить, что это шерма, это будет уже заграждать так форму. Спасибо, я вас не очень понимаю. И смотрите, ведь капитализм-то победил феодонизм, в первую очередь, потому что он гораздо более эффективен. Или гораздо более эффективен. Получается, что это общество тоже побеждает капиталистическо, потому что оно более эффективно. А в чем его эффективность? За счет чего? Возможности управлять мнением. Раз. Это слишком просто. А мне кажется, что здесь можно... Это слишком мало и просто. Проще проинтерпретировать, что это просто, как бы, легализация, выход на сцену структур транснациональных корпораций. Вот таким вот образом. Потому что они пока политически никак не легализованы, а существуют уже десятилетия. И в конце концов, это должно случиться рано или просто. В том числе, да. И, конечно же, транснациональные корпорации более эффективны, чем любой национальный капитал. Эта вещь идет как раз в противоположной вещи. Говорит о движении снизу все-таки. Ну, они видят его. Там же колоссальные деньги. Они могут простить колоссальные деньги. Тогда ты говоришь о другой форме капитализма. Ты взял, набрал себе дискуссию. В конце книжки он говорит, что аналогом капиталистической эффективности будут некие глобальные сети с мощным коллективным решением. То есть они могут быть ведь и производственные сети. Капиталисты, по большому счету, в современных условиях не важно, как получить деньги. Похоже, что не производственные. Просто какие? Ведь ясно, что если такое общество всегда сформируется, то по законам, если нормальное стандартное общество давало 5% роста в столетие ВВП, то капиталист запросто 5-10 в год давал. Это что получается? Существо которое дает 50% в год или 100%. Нет, нет, нет. Вот этот момент, вот такой промышленной эффективности он конечно распадает. Это не промышленность, нет. Что-то будет сильно. В чем эффективность? В чем эффективность? Да, в чем эффективность? Касается, что так как последнее проявление нетократов, в его понимании, это музыканты, художники, какие-то писатели, то то, что мы наблюдаем, это рост вот этого потока, ну как не знаю, торрент. То есть ты можешь посмотреть те фильмы, которые никогда в жизни бы не посмотрел. Да, это так, да. И вот поток вот этих впечатлений, которые позволяет интернет реализовать, это он и называет, собственно, новым капиталом. Для этого со времен Бадрияра понятно, что производит капиталист сейчас. Капиталист производит символическую иерархию, да? Мы уже сегодня покупаем вещь не потому что нам нужна именно эта вещь, да? Потому что за ней стоит определенная символика. Ну, да. Мерсдез покупаем так, потому что это символ успеха. Мы покупаем машину, а потом смотрим. Нет, мерседес покупаем как символ успеха, но мы здесь не покупаем. Нет, сначала ты хочешь купить машину, а не Mercedes. Нет, я ее покупаю. Нет, сейчас, 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 Игорь, сейчас, сейчас, сейчас. Тут красавчик людей, наверное, разная мотивация может быть. Вот сейчас, вот посмотрите, вот сейчас Игорь поднял, что может быть эффективностью, вот посмотрите, тоже вот я когда читал, Викиликс, да, последняя, да, вот, одно из таких сильных проявлений, то есть человек сделал достоянием некий набор документов сетевым для всего мира, во-первых, он получил внимание всего мира, раз, да, что было эффективностью, эффективностью было глобальное некое осознание всеми субъектами, да, государствами, некой тайной подоплеки, которая существует, и корректировка их курса. Эффективность, в данном случае, не прямая, да, там, в производстве, но глобальная, честно говоря, то есть все... Что это за эффективность? Не эффективность, это полезность. Вот как-то иначе. Не полезность. Все же в другой теме. Викиликс, это очень слабый пример, это все равно, что полетел на самолете и всех листовками закидал. Ну, это то же самое. Листовками самолетов закидывать у Минск-пыли всегда. Но почему-то никто не читал. Не надо быть главным ресурсом стола, а власть. Вот вы посмотрите... Смотрите, подожди, раньше власть была доступна, так сказать, избранным, отдельным каким-то, там, богом или народом избранным. Теперь власть доступна всем. Я вот на это... Сейчас, сейчас, секунду. Вот представьте, допустим, 70-й год какой-нибудь, и сколько понадобилось бы денег, чтобы сделать те изменения в государственных политиках, политиках во многих странах, которые буквально роща, например, пера, вот этот вот человек смог сделать за неделю. Вы попробуйте перевести это в финансовые вложения. Да. Он это сделал бесплатно. А что он сам же сделал что-то? Что-то особое не сделал, ничего. Ну, тайные произошли, корректировки огромные. Ну, не знаю, что там какие произошли. Это слишком мало сказать, потому что сам все, что сделал, это он самолеты закидал все крестовками. Ну, как ты теперь намножь? Вот сколько самолетов надо было и сколько надо было... Ну, это не то, это слишком мало, понимаешь? Чтобы приводить к такой пример, это слишком мало. Игорь, если мы перешли от общества производственно-индустриального, постиндустриального, в постиндустриальном обществе уже не индустрия решает вопрос, что-то другое, информация. А с вами очень интересно это замечание по поводу того, что свободного копирования, да? Безусловно. У нас получается здесь есть эффективность. В каждом фильме надо было сходить, купить диск и потратить кучу денег. Теперь все фильмы, поскольку свободное копирование, то же самое, что анекдот. То есть я пришел, рассказал другому Игорю анекдот. Он его запомнил и посмеялся. У меня анекдот остался, у Игоря остался один анекдот. Анекдот разошлись в 10 раз, и это все за бесплатно. Вот здесь, казалось бы, большая эффективность. Но есть же еще другой аспект, на который я постоянно хочу обратить внимание. Сейчас этого никто не понимает. Существует громадное количество компаний в мире, которые являются успешными при отрицательной рентабельности с капиталистической точки зрения. Авиадискаунтер, лоукостер, всевозможный. Тот же самый фейсбук, который сейчас проводился. Гугл до последнего времени. Вот сейчас он стал прибыльно как-то еще. Они все отрицают отрицательной рентабельностью и обладают сумасшедшей капитализацией. Это какое-то райное, я что люблю еще. Смотрите, он на каждом перевозимом пассажире конкретно теряет денег. Но при всем при этом она растет. Что происходит? Вот такое ощущение. И вы поймите, что когда я с моей ментальностью, что я должен получить от своих сделок и продажи прибыль какую-то, начинаю аккулировать свой новый рынок, и они всегда проиграют. Почему? Потому что для него прибыль и рентабельность неважно, она по-другому как-то функционирует. Вот я с ним. Я построил я компанию КПРФ, у меня там будет 20% рентабельности, кредиты, я буду жить ради этой прибыли. А тут районарик между нами, когда каждый пассажир вообще готов принципиально терять деньги. Мы с ним сталкиваемся, он всегда выигрывает. Потому что он выигрывает сейчас иначе. Говорил о символизме, а финансовый капитал только на символике и держится. На символике, символизм. Да нет. Что это уже? Если он делает отрицательные рентабельности, то как он платит за бензин? Да нет, не может быть это отрицательные рентабельности. По-другому как-то считается. И как и так, если я постоянно осуществляю свою хозяйственную деятельность себе в убыток, и у меня растет, значит, мой капитал, моя капитализация. Вот Фейсбук, у нас есть больше рядом. Постоянно, убыток, убыток, каждый год покупает. Под конец 60 миллионов. Понимаете, может быть, тогда убыток там по какой-нибудь бухгалтерской отчетности, там, страны Папуасии, он там убыточный, да? А по сути-то, так сказать, экономичный. Я могу объяснить, откуда это берется? Откуда убыток? Это несущественно. Это несущественно. Капитализация размещения в рубля на рынке. Люди дают деньги, акты. Ребята, сфотруджение. То, что они выводят в минус, это можно такой пример. Да, он рынок захватывает, и народ ему за это покупает акции. И насчет подождать акции он становится рентабельным. Операционное переявление отрицательное. По то же самое, добыча этого самого сланцевого газа. Для каждой, так сказать, компания, реально сегодня, она, так сказать, неориентабельна. Тем не менее, вкладываются большие деньги, как бы, раздук бун, да? Как бы это наше светлое будущее. Вот мы туда, люди вкладывают деньги, акции растут, да? Кредиты туда вливаются. И что мы видим? Штаты за несколько лет, там, за 5-7 лет, если не обеспечили, то скоро там обеспечат себя уже полностью. Так они нетоэкспортером газа стали. Да. Они уже нетоэкспортером стали. Очень интересно понять, в чем здесь эффективность. Вы понимаете, да, что эффективно на уровне отрасли, ватулской отрасли, это неэффективно. На уровне государства, естественно, это эффективно. Почему? Потому что цены на энергоносители там реально понижаются. Здесь возможности в том, что пищется идея, пищется идея, газ, дискаунтеры, это идея, и в нее вкладываются. Конечно. И она, не важно, она становится массовой. Нет, здесь очень важно. Массовой она становится за счет организации суть сети. В чем здесь опять общая ошибка? Вот Игорь, если Сергей нам про это правильно говорил, потому что мы вот эту ситуацию, быть может, пытаемся описать с кипотетической точки зрения, с точки зрения прибыли, ВВП, а какие-то реальные процессы, которые происходят, для них нужен, собственно, понятийный аппарат. Но вот я хочу обратить внимание, что у нас же, значит, на самом деле, вот ты говорил Спортбанк, я не знаю, я там не был, я не могу это сказать, у нас такие подозрения в процессе интервью страны до 2008 года, они появились. Это в первую очередь Ирландия. Это во вторую очередь Исландия. Это, скорее всего, Швейцария. То есть мы реально просто умерли. И вот с экономикой, работающая по принципу РНР, любая наша экономика, например, советская, столкнувшаяся российская, глоб-лоб, она ее неизбежно прекратит, потому что победить ее нельзя. Она по-другому функционирует. Просто языка нет, я хочу сказать. Мы все по-прежнему говорим на языке капитализма, пытаясь описать Фейсбук. А он как-то может быть по-своему на ней работает. Это нормальный капитализм. То есть все-таки капитализм, то есть мы с вами... Финансовый, это финансовый капитализм. На нижнем уровне не рентабельно. На уровне государства в целом, в СССР, это рентабельно. Почему рентабельно? Потому что долг у них огромальный. Долг перед кем? Перед всем миром. Да нет, 75% они себе должны. Это то, что вы говорите. Это деньги уже не умеют. Я уже не умею. Тик-тик-тик-тик-тик. Правильно, совершенно верно. Это примерно позиция наших официальных лифт по отношению к процессам, происходящим в мире. Я всегда говорю, что очень напоминает на ситуацию Грузии и Молдавии накануне распада Советского Союза. Они сидели и искренне думали, что именно они кормят верь проклятных русских и верь Советский Союз. Вот реально это было. Нет, подожди. Молдаван и грузин. А нельзя ли понять это как своего рода просто государственный демпинг? Да, вот в свое время... Не государственный. Подожди, послушай. В чем я имею в виду? Я имею в виду, что, например, две фирмы соревнуются. Одна фирма, для того, чтобы другую фирму обанкротить, пускается в некий демпинг. Но она знает, что у нее ресурсов больше, что она выдержит. И тот, кто на дальней дистанции выдержит, тот и выиграет. Конечно же, Америка, допустим, в том же самом газовой гонке, конечно же, у нее ресурсов больше. И она может подожать и 10 лет, и 20 лет. Может цены так понизить и держать их вниз. Даже, может быть, находясь в постоянном убытке. Но поскольку у нее ресурсов бесконечное количество, на доллары можно опечатать столько, сколько надо, она разорит всех других конкурентов. Я так как раз думаю, что, например, со сланцевым газом, со сланцевой нифтью как раз испародимы старой экономики. Подожди, подожди, вот это важно. Да все понятно. Вот китай, как Китай захватывает рынки. Он предлагает дешевый товар. Этот дешевый товар поступает на рынок, производители более дорогого качества товара разоряются, а потом китайские товары вдруг становятся стоить столько, сколько с раньше стоил этот дорогой товар. На самом деле так. Просто я работаю с инструментами, на самом деле так. На самом деле так сначала уничтожается рынок, внутренний рынок государства, а потом просто цены поднимаются до определенного уровня рентабельности. Также китайские машины продавали чуть-то там не за без ценок. Я вот хочу, кстати, Китай, я как раз думал, его последние какие-то пассажи я читал, вот Славу вернулся, да, он говорил, что в Китае, как бы как европейская культура построена, она хочет добиться совершенства, то есть совершенная машина, совершенная идея, совершенное тело, там, кристально чистый ум, и вот он говорит, что произойдет осознание собственной несовершенности, никто не будет бороться за несовершенность. То, что функционирует, то и хорошо, да, то есть, не знаю, как это вот, этот самый программисты говорят, да, работает, не трогай, не трогай, это пока работает, вот Слава говорил, как в Китае, то есть, они для европейцев делают машины там по 20-30 тысяч долларов, Слава, вот этот вот агрегат по литью, а для себя делают за 6, но они их ставят сразу две сотни, сломался один, они его не чинят, они его выкидывают, не смотрят даже, одноразовые тарелки, одноразовые тарелки, да, то есть, совсем другая логика, то есть, в этом плане, китайцы, они как раз в парадигме вот этого информационного, ну, в новой, да, то есть, они не ищут совершенства, они получили результат, и хорошо, а вы там делаете, что хотите, то есть, вы застрянете, а у них вот полуработающий продукт, но дающий на данном, каком-то коротком промежутке. Кстати, по-моему, это очень важное замечание, в связи вот с этой креативной реальностью, потому что в этой креативной реальности, как мы хорошо уже знаем, там качество-то совсем не важно. А он говорит, что не будет ценностью, не будет ценностью, то есть, возник результат, то есть, постоянно меняется, эти сети, вот как сетевые культуры, то есть, вот сейчас Facebook, Yahoo, да, вот все, ой, Yahoo, Yahoo, где сейчас, он никого вспомнить не может. То же самое, Facebook, это не последняя такая структура, будет другие, более интересные какие-то, и они возникли, то есть, привлекли внимание, что-то получилось, то есть, вот этот Сукерберг, он там побыл звездой какое-то время, через какое-то время, его никто не вспомнит даже. Он постоянно об этом говорил. Потому что надо соответствовать свое время, свои силы, да, чтобы въехать в эту структуру Facebook, понимаешь, да, и уже жалко бросать. Все это сразу же. Старая добрая, если звезды умирается, значит, это кому-нибудь. Не, ну, в этом и состоится суть, конечно же, у вас соблазнить сначала каким-то продуктом, а потом, как бы, на короткий поводок посадить. Он говорит, что будет как культура ивента, культура события, то есть, вот сеть, как вспышка, да, вот возникла, все вдруг, о, о, вот оно, и потом разочарование. И он говорит, что это будет постоянно происходить, и в какой-то момент никто не будет этому удивляться. На самом деле, вот то, что вы описываете, какой-то манипулятивный мир, в котором, на самом деле, нету настоящего, а есть страшный симулятор. Да, Булак, послушай, мне тоже это казалось, когда я об этом читал, он не говорит, что это плохо, да, или хорошо, он говорит, что это неизбежно. Вот о чем он говорит. А настоящий, то что ни будет, может быть назвать его настоящие? Он просто говорит, что вот структуры, так они будут постоянно брать вверх. Он же не Boxшани, тут самый��ïчатый говорит, что нет ничего подлинного. Да, он говорит, что постоянно эти структуры будут брать вверх над теми, кто борется за настоящие. И все, и в какой-то момент, ну, руки будут опустие отца. это не так, это будет просто настоящесть, это разновидность поздоровkeit ну, Ну типа да, осознание того, что это должно быть. Маймазов за настоящее, я короля Вабала называется. Ну вот да, да, да. То есть он говорит о том, что это неизбежно, что это будет, и это будет считаться нормальным. То есть в такой постановке вопроса можно как бы отказаться от этого, не участвовать, не бороться за что-то другое, но он говорит, что просто некий мейнстрим будет вот такой. И он будет все мощнее и мощнее. Не, ну как раз это против Хадигерта. Хадигер как раз говорит о том, что мы утрачиваем эту настоящесть, вот эту подлинность. Надо бы к ней как-то вернуться. Зов выйти я и прочее, прочее. А тут как бы обратная вещь, правильно? Нам мы должны в неком прагматизме согласиться с тем, что нам и так хорошо, и так не плохо кормят. Его нет нигде того, как надо. Он это подчеркивает, что он не стал говорить, как надо. Но это прагматизм. Да, он сказал, что это крайний прагматизм, и он торжествует. Он уже, да, осталось просто вот еще какое-то, чтобы просто это всем очевидно стало. Не, ну вы заметили. Это же Путин муравейник. Большой такой, человеческий муравейник. А он, собственно, этого не стерва. Нет, заметьте, заметьте, то марксистское, что бытие определяет сознание, да, но оказывается вот на деле как бы факт, да, на самом деле. То есть мы, мы вот эти те самые сознающие, интеллигентные, в конце концов, потерпим вот это крушение. Он говорит о том, что... Сейчас, 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 он, кстати, вот я просто, да, вот ты когда говоришь, я сразу вспоминаю куски, которые вот он говорит. Он говорит о том, что часто и не учитывая техносреду, среду, которую человек построил, а человек это существо, которое постоянно строит среду. И нельзя исключать себя из этой техносреды. Человек, участник этой техносреды, он как бы объект, тоже в этой среде объект уже. То есть уже техносреда его играет. Человек просто не хочет это признать. Нет, самое страшное, это последнее замечание, самое страшное, что как бы оно не прозвучало, оно как бы напрашивается. Дело в том, что мы, собственно, теряем идею суверенности. То есть вот, вообще говоря, вот идея личности, она вся базируется на неком идее суверенности. А тебе на это отвечают, что идея суверенности всего лишь один за мной? Нет, это все понятно. Ну, суверенности на всех уровнях, в том числе и на уровне государства. Ну, суверенный ты один, а тебя зато, ты будешь несуверенным, но тебя будет много. Нет, дело не в этом. Вот, например, сейчас идея патриотизма, в нашем государстве, да, вроде как пытаются набрать какие-то обороты, но на самом деле она базируется на том, что вроде как Россия потеряла суверенность, да, там и прочее, прочее. Но на самом деле, может быть, идея суверенности просто изжила себе вообще, как сама идея. Он про это и говорит. Он говорит, что по поводу вот всех этих патриотизмов, он говорит, что это правящие остатки, правящие элиты капитализма, которые еще пытаются выжить. Они насаждают людям, которые уже хотят как-то, ну, перейти в другую форму, пытаются силой в этом удержать. А более продуктивно, это вот эти интернациональные компании, интернациональные коллективы какие-то. Он, опять-таки, не говорит, что обязательно хорошие интернациональные коллективы. Он аль-Каиду и вот эти вот структуры в Ахабицке, он его как пример приводит. Вот, вы понимаете, да, среда, на которой вот такие мемы и люди с такими видениями тоже могут существовать, порезентировать и быть успешными. И они не выпадают, они, наоборот, расцветают в такой ситуации. Ну, хвалит и число не сладко. Я говорю в смысле нейронная сеть. Ну, да. И каждый отдельный человек является вот неким нейроном, и погибли, то он не погибли, вообще значения никакого не имеет. Да, да, да.